Невероятные мегалиты прошлого встречаются повсюду. Проходя мимо, мы даже не можем представить все истории, которые они сохранили до наших дней. Ведь смотря на эти необычные камни, мы видим лишь итоговый результат. Но как, в древности люди смогли достичь такой точности и грациозности? А сколько еще потерянных технологий стоит наше с вами прошлое? И куда эти технологии делись? Давайте разберемся. Всем привет, наступил рассвет. Стоунхендж. Самое известное мегалитическое сооружение Европы. Ежегодно миллионы туристов приезжают в Англию ради одного. Увидеть этот таинственный и древнейший памятник. Ведь если верить общепринятым датировкам, Стоунхендж чуть моложе всем известных египетских пирамид. Но почему-то в число семи чудес света он не вошел. О нем не пишут ни греческие, ни римские писатели. Для возвести такую постройку, как Стоунхендж, воинствующим племенам было бы не так просто. Но как это вы достигли? Просто посмотрите на эту обработку. На эти громадные сплошные каменные глыбы. Простым зубилом и молотком такого не сделаешь. Достаточно просто взглянуть на строительный материал, из которого сложен сам Стоунхендж. Оценить его размеры и вес каменных блоков. А это ни много ни мало 82 5 тонных мегалита во внешнем кольце и 30 25 тонных глыб внутри. Грандиозность и размах Стоунхенджа действительно поражают. Учитывая, если строительство велось несколько тысяч лет назад. Но что, если перед нами не памятник ушедшей эпохи, а просто искусная подделка? Сегодня мы окунемся в историю строительства одного из самых загадочных памятников на Земле. Изучим снимки его реставрации, где был полностью изменен первичный облик. Узнаем, что не так уж и давно этот мегалит вовсе имел другое предназначение. Я обнаружил два интересных рисунка, относящихся к первой половине 17 века, на которых запечатлен совсем другой Стоунхендж. Ну а под конец видео мы обратим внимание на подобные мегалиты, разбросанные по всему миру. Ведь аналоги современному Стоунхенджу есть и в Армении, и даже в Крыму. В наши дни уже нельзя установить, кто был первым биографом Стоунхенджа. Ведь в 12 веке все сведения о его происхождении просто растворились в мифах. И никто не помнит истинного назначения памятника. Стоит понимать, что камни, из которых сложен Стоунхендж, разные. Главный строительный материал монолитов – это долерит. И встречается он только в одном месте – в Эльсе, в горах, расстояние до которых по прямой составляет 210 километров, или же 3 часа на машине. Но как мы знаем, раньше машин не было, да и тележки с трудом перемещали. Тогда кто и как доставлял эти камни? Может быть по воде? Расстояние по водной глади почти в 2 раза больше – 380 километров. И на чем же их сплавляли? На ладьях, на лодках, если камни в совокупности весят до 400 тонн. Вопрос о перемещении столь громадных камней до сих пор интересует многих, как историков, так и физиков. Поэтому с их стороны прилагаются разные теории, которые к реальности, честно, не имеют практически никакого отношения. По мнению одного испанского инженера, эти блоки доставляли с помощью специальных корзин, которые не носили, а просто элементарно перекатывали по земле. Проще говоря, камни оплетали упругими ветками и просто катили, как бочонок. Но в это с трудом верится, ведь эта версия имеет очень много несостыковок. Я думаю, что не открою большого секрета, если скажу, что только в 20 веке сам Стоунхендж реставрировался несколько раз. Вот снимок, на котором отчетливо видны рабочие и современная техника. Так вот, собственно, и происходит сама реставрация. Или более уместно сказать – реконструкция. Ведь по итогу от прежнего Стоунхенджа не осталось ничего. Вот это было сделано в 1901 году, и в тот же момент попало в прессу, где вызвало массу обсуждений. Сами же реконструкторы пытались оправдаться тем, что они пытались лишь поставить на место один из упавших камней. И тем не менее, облик всем известного памятника менялся на глазах. Работы проходили год за годом и лишь набирали обороты. На этом фото отчетливо видна разметка, где должны стоять камни. И самое интересное, что эта разметка имеет такой вид, что будто там вообще никаких камней и не было никогда. Совершенно не тронута почва, аккуратно сняты грунт, и даже начали рыть фундамент. Но зачем столь тяжелым камням нужен был фундамент? И был ли он у старых камней? Ведь до этого они же как-то стояли. Но если посмотреть старые снимки повнимательней, то можно заметить военных и халючую проволоку. Для чего этот патруль? Неужели это все для того, чтобы просто поднять упавшие камни? Ну а может мы просто что-то не знаем? Получается, этот объект был охраняемым. Сельскохозяйственная деятельность вблизи Стоунхенджа на этих равнинах была запрещена. Да и вокруг самого памятника на протяжении более 100 лет была закрыта территория, охраняемая военными. Даже если вы сегодня захотите посетить этот памятник, подойти и прикоснуться к этим величественным камням, вас встретит ограждение. По сей день к этим камням просто так не подойти. Но даже несмотря на это, внимательный посетитель заметит, на некоторых камнях просто слетела штукатурка, и под ее толстым 10-сантиметровым слоем виден совершенно плоский серый бетон. Ну а вот собственно сами фотореконструкции, где уже ставят камень, а он почему-то уже отштукатуренный. Действительно, это одна из самых темных страниц в истории Стоунхенджа. Чтобы докопаться до истины, достаточно просто сравнить различные изображения, начиная с древних гравюр и рисунков, заканчиваясь современными фотографиями. Самое древнее изображение Стоунхенджа относится к 1573-75 годам. Это акварель фламандского художника Лукаса де Гира. Здесь даже еще присутствует ров, вырытый 5 тысячелетий назад, который за последние 5 веков почему-то куда-то исчез. И это не единственное изображение. Вот так выглядел Стоунхендж, например, в 16 веке. Конечно, если верить этой гравюре. А вот так его запечатлел художник древности Джон Констабл в 1835 году. Как говорит сам автор, с натуры. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что Стоунхендж достаточно мало напоминает по внешнему виду современный. Сразу бросаются в глаза их различия. На более ранних изображениях, многие из тех камней, которые мы видим сейчас, просто отсутствуют. И наоборот, те волны, что были прежде, исчезли. Или же перенеслись на совсем другие места. Конечно, можно предположить, что художники никогда и в глаза не видели реального Стоунхенджа. Ну а может, просто сам Стоунхендж был другим. Мало того, что новый Стоунхендж имеет другую конструкцию, так он еще и расположен на равнине. Хотя на старых гравюрах отчетливо можно заметить горную местность в округе. Но даже там, где, казалось бы, изучен каждый сантиметр, археологам удалось сделать грандиозное открытие. На глубине нескольких метров, чуть дальше от знаменитого Стоунхенджа, в юго-западном английском графстве, не так уж и давно были найдены храмы и каменные круги. Это открытие ставит все на свои места. Да, современный Стоунхендж к предыдущему памятнику может и вовсе не иметь никакого значения, ведь попросту настоящий Стоунхендж находится где-то под землей, или просто же в другом месте, до которого не докопались. Просто налепили глыбы, чтобы создать что-то подобное. Что вполне объясняет реконструкцию в прошлом веке, и то, что самые первые гравюры Стоунхенджа были запечатлены в предгорной местности. Новым открытием для меня стало и то, что в горах Армении тоже есть что-то подобное Стоунхенджу. Недалеко от города Сисиан, Сюникской области, на 7 гектарах земли, окруженной горами, стоят более 200 громадных каменных глыб. И стоят эти камни уже очень и очень давно. А место это известно как Гараунж. Раскопки показали, что здесь когда-то находилась древняя стоянка людей. И скорее всего, именно эти люди здесь и поставили эти камни. Причем поставили они их не абы как, а в определенном порядке. Где-то в линию, где-то по окружности. А в некоторых камнях еще и отверстия сделали. По аналогии с другими древними камнями, армяне называют Гараунж не иначе, как армянский Стоунхендж. Но до сих пор никто не может дать точного ответа, что именно здесь было. Для чего здесь сделали эти отверстия, которые выглядят весьма ровными для камней такого возраста. Неужели опять какая-то древняя обсерватория? Подобные сооружения есть повсюду. И в Крыму. В Крыму, в общем-то, немало археологических памятников. Изучение которых сейчас сводится к минимуму. Эти камни находятся на западе Алушты. 24 валуна образует 7-метровый круг. Кто его построил, с какой целью, до сих пор неизвестно. Но в 1930-х годах это место весьма заинтересовало советские спецслужбы. Для чего? Остается загадкой. Если о Стоунхенджах в Армении и в Крыму мало кто знает, и находятся они не в столь людном месте, в горах, то всем известный Стоунхендж в Англии очень уж хорошо обосновался. На равнине, довольно-таки в людном месте. Что стоит сказать? Англичане на этом новотделе неплохо и заработали. Все затраты на реконструкцию, или же попросту на постройку нового сооружения, окупились мгновенно. За счет весьма яркой рекламы и множества туров к этим магическим камням. Экскурсионные туры и одиночное путешествие к Стоунхенджу вошли в моду еще в начале викторианской эпохи. Посетители могли взять номер в гостинице неподалеку, а затем пешком добраться до сооружения. Да, стремничательность быстро стала популярной. А в самом рекламном буклете написали, что гигантские камни Стоунхенджа обладают огромной целебной силой. И прикоснуться к ним, собственноручно, священный долг и огромная привилегия для каждого туриста. После чего это все успешно огородили и закрыли. Но все же, один из вопросов не дает мне покоя. Зачем нужно было возводить такие громадины? Ведь для туристов вполне бы хватило камней и более скромных размеров. Я думаю, вышло весьма интересно. Если тебе понравилось, я буду благодарен тебе, если ты поддержишь меня и этот ролик. Поделишься им с друзьями, ведь это позволит большинству людей осознать реальность происходящего. Подписывайся и будем встречать рассвет вместе. И помни, рассвет не за горами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова